Актауские школьники создали робота под названием Карапай Мьемдио. Проект разработали ученики интеллектуальной школы Данил Мухалёв и Камила Куатова. На сегодняшний день подростки уже приняли участие в 12 республиканских международных конкурсах. В семи из них они заняли призовое место. О дальнейших планах изобретателю в следующем сюжете. Температура 36,6, пульс 72. Сначала робот идентифицирует посетителя с помощью ИИН и камеры. Затем он предоставляет информацию о температуре тела, сердцебиении, употреблял ли пациент алкоголь или нет. Кроме того, больной может сказать о том, где у него болит. А робот уже в процентном соотношении сообщит, какие заболевания могут быть. 15-летняя Камила Куатова разработала и специальное мобильное приложение к новому стартапу. Со стороны программы я отвечаю за софт, то есть за мобильное приложение. А Данил отвечает за робота и Heart Hour. Нас с самого начала поддерживал руководитель, помогал. Помог нам обоим. Мы изобрели робототерапевта, потому что это инновационный проект, который будет интересен каждому. Устройство эффективное в первую очередь для защиты от различных инфекционных заболеваний. Во-вторых, предотвращает нехватку кадров в области медицины и решает проблему часто возникающих длинных очередей. Кроме того, это сэкономит время тем, кто хочет получить только справку по болезни. На создание робота-доктора ушло около одного года, говорит Данил Мухалев. Я робот-терапевт. Что я делаю? Я провожу привечные медицинские осмотры социальных. Я не конкурентер барболар. Конечно, у нас есть конкуренты в США и России. Наш робот немного отличается, но у них есть средства, компании, поэтому их проекты сделаны на профессиональном уровне. У нас с Камилой по той же причине не хватает денег на создание самого мощного прототипа. Сегодня многие интересуются работой молодых изобретателей, которые за короткое время приняли участие в нескольких конкурсах и заняли призовые места. К примеру, одной из строительной компаний было предложено разработать устройство для определения общего состояния человека. Сейчас над проектом работают ученики и их руководитель. У каждого ученика есть свой проект, который он хотел бы реализовать. Как раз сейчас работаем с одной компанией, которая сама вышла с предложением. Мы хотим быть мобильными, не возить роботов. Специально для этого предприятия мы создаем устройство для проверки рабочих. Пока покажем пробный вариант, потом покажем смету. После демонстрации стоимости реального макета они принимают решение. И только после этого мы приступаем к работе. В планах у школьников участие в зарубежных конкурсах. Для реализации новой идеи нужна только финансовая поддержка. Асель Канширова, Бауржан Ниэскул, Дидар.